Заранее прошу прощения за длительность этого видео. Всем здарова, с вами как всегда Металист. В истории медиа индустрии полно примеров плохих сиквелов. Фильмы Паркюрского периода 2, Матрица перезагрузка, фильм Сайлент Хилл 2, игры Дюк Нюкем навсегда, Фар Край 2 и так далее. Было бы очень здорово, если бы GSC Game World после успешной первой части Сталкера сделали достойное продолжение. И знаете в чём-то они даже преуспели? Они не сделали плохой сиквел, они сделали херовый приквел. Да-да, это Сталкер Чистое Небо. Прежде чем меня закидают гранатами фанаты Сталкера, я хочу объяснить, почему я считаю эту игру говном. Не поймите меня неправильно, я очень люблю серию игр Сталкер. Более того, она является одной из моих самых любимых игровых серий. Однако Сталкер Клир Скайп получился не такой атмосферный, как Shadow of Чернобыль. Но и не такой передовой, как Зов Припяти. Да и вообще, я считаю Чистое Небо своеобразным филлером в этой серии. Безусловно, она привнесла много нового. Например, добавили возможность апгрейдить свой шмот, что является огромным плюсом. Добавили проводников, которые за определенную плату проведут вас в нужную локацию. Также теперь, чтобы найти артефакт, нужно побегать возле аномалий с детектором. А сами артефакты перестали быть бесполезными кусками материи и теперь дают ощутимые плюсы от ношения. Новые локации в игре также смотрятся здорово, обновленные старые стали даже красивее. Однако на этом положительные моменты игры заканчиваются, но обо всем по порядку. Игра начинается с видеоролика, в котором мы видим новую локацию, болото. Наш новый главный герой, наемник Шрам, ведет ученого и двух оранжевых аркварденов из Доты 2. Хех, дотка. Но происходит что-то неладное, и Шрам замечает надвигающийся большой выброс. Группа пытается убежать, но выброс их все-таки накрывает. Шрам приходит в себя и видит, что он находится в доме, который строили весьма ленивые ребята, судя по дыре в стене. Он видит перед собой Лебедева, который представляется лидером группировки «Чистое небо». А также поясняет Шраму, что наемник теперь по факту обязан чистому небу за спасение его задницы. Шрам говорит что-то вроде «Окей», и отправляется отрабатывать свое спасение на болото, защищая вышку от... кабанов? Но спустя некоторое время происходит еще один выброс. Наш напарник становится героем, а мы опять теряем сознание. И снова мы просыпаемся на базе «Чистого неба». Идем к Лебедеву. Он говорит, что Шрам обладает крутыми способностями, а его нервную систему что-то подстегивает, что позволяет наемнику переживать выбросы. Однако с каждым выбросом нервная система Шрама ослабевает, поэтому, чтобы наемник выжил, нужно предотвратить возникновение выбросов. Также Лебедев высказывает предположение, что таким образом зона реагирует на вмешательство со стороны сталкеров, и возможно кто-то проник за выжигатель мозгов. В любом случае, это нужно остановить, пока выбросы не уничтожили всех в периметре зоны. И угадайте, кто будет на побегушках у Лебедева. Агасики. Лебедев дает нам информацию, что торговца Сидоровича на кордоне был недавно сталкер, который интересовался странными деталями, и направляет Шрама выяснить это дело поподробнее. Отправляемся на болото и участвуем в войне группировок на стороне «Чистого неба», уничтожая ренегатов и захватывая территории. После чего открывается дорога на кордон. Когда мы выходим на кордон, пана начинают шмалять из пулемета военные, поэтому быстро бежим в кусты и скрываемся за холмом. Приходим к Сидоровичу. Нет, мы не будем акцентировать внимание на его странном внешнем виде, нет. Сидор соглашается нам помочь с информацией, но взамен на услугу. Нужно найти кейс с Хабаром, который замыкал военный майор Халецкий. Майор находится в плену у сталкеров, так что нам нужно идти к ним. Окей, идем на базу сталкеров. Приходим к их главарю, отцу Валерьяну, который говорит, что майор не хочет выдавать информацию. Идем к майору сами, но он посылает нас в очко, поэтому мы возвращаемся к Валерьяну. Тому вдруг приходит идея перестрелять друзей Халецкого, чтобы у майора не осталось никакой надежды на спасение. Идем воевать с военными, убиваем два отряда вояк и возвращаемся на базу сталкеров. От безысходности Халецкий выдает информацию о кейсе. А радостный отец Валерьян, который от счастья научился проходить сквозь решетку, говорит отнести этот кейс Сидоровичу. Возвращаемся к Лысому. Он выполняет свою часть сделки и рассказывает Шраму о том, что к нему приходил сталкер по кличке Клык. Который купил ламповый усилитель и ушел на свалку к Диггерам за остальными деталями. Идем на свалку, стреляемся с бандитами. По желанию, конечно, можно зайти к ним на базу, побалдеть от шансончика и даже вступить в их ряды. Но нахер это надо, мы игру проходим. Идем к Диггерам и обнаруживаем, что они все приуныли. Шмонаем их тела и у одного из них находим заметку о том, что Клык ушел, но за ним послали Васина. Догоняем Васина, помогаем ему отбиться от собак, а он говорит нам, что Клык ушел в темную долину. Переходим в темную долину и нам в лицо сразу тычет пушки свободовцы. Выясняется, что темная долина на карантине из-за нападения от неизвестно кого, но нас они пропускают. Логично. Сразу же в 100 метрах от блокпоста слышна стрельба, и почему бы не послать левого сталкера проверять, что там случилось. Логично. Приходим на место и видим мертвых свободовцев. И идем на базу группировки. Там идем к коменданту, который говорит, что про Клыка надо спрашивать у лидера свободы, Чехова. Но из-за карантина к нему нельзя. Однако комендант обещает устроить эту встречу, если наемник поможет убить пси-собаку возле базы. Убиваем шавку и возвращаемся к коменданту. Теперь он посылает нас с припасами на один из блокпостов. Приходим туда и видим, что на блокпосте все мертвы. Достаем КПК у одного из бойцов и узнаем, что за нападениями стоят наемники, а инфу о перемещениях отрядов свободы сливает сам комендант. Идем к Чехову, который соглашается дать инфу про Клыка. Если только Шрам поможет разобраться с комендантом. Окей. Идем к ферме. Уничтожаем наемников. Видим, что коменданта порешали за нас. И возвращаемся к Чехову. Антон Палыч говорит нам, что Клык покупал у свободовцев какую-то деталь. Чехову стало интересно, зачем Клыку нужна данная деталь. И сохранил чистоту КПК Клыка, по которой его можно отследить. Какое приятное совпадение, не правда ли? Чехов делится с нами этой чистотой, и мы узнаем, что Клык направился на свалку, а наемник отправляется за ним. Приходим на свалку. Сигнал КПК ведет нас в подвал, однако не спешим туда заходить. А идем чуть дальше и оставляем в электрощитке свои стволы, парочку аптечек и прочие ценности. Также я вам советую потратить все накопленные деньги на хоть какие-то апгрейды или ресурсы. Сейчас узнаете почему. Заходим в подвал и... Бандиты отжимают весь наш шмот и все деньги. А также становится ясно, что Клык тоже попадал в эту ловушку, но успел свалить. При этом оставил свой КПК. Подбираем КПК Клыка и слушаем записи, с которой узнаем, что группа сталкеров, в которой был Клык, догадалась о том, что за Клыком следит Шрам, и им следует поторопиться со следующим походом к центру. Помимо этого в записи сообщается о тайнике в подземельях Агропрома, так что забираем свой шмот из электрощитка, догоняем бандитов, забираем оставшиеся вещи, а затем направляемся на Агропром. На Агропроме нас встречает отряд долговцев, которые стебутся над нашей экипировкой и советуют нам зарулить на их базу. Кстати, из этой базы мы крали документы военных в тени Чернобыля. По пути на базу я начал понимать, что долговцы весьма странные ребята. Вот тут на нас нападает скриптовый кровосос и убивают одного из долговцев. После чего его товарищи молча стоят на месте, а затем продолжают свой путь, как ни в чем не бывало. А затем они устраивают привал прямо посередине пути рядом с трупом снорка. А один из долговцев умудряется кушать батон через противогаз, задвигая при этом какую-то речь. Затем его друг достает гитарку, под которую первый снова закусывает батоном. Ладно, идем на базу группировки и узнаем, что долг обладает передовыми технологиями. Например, вот этот парень сейчас воспользуется невидимым лифтом. Круто! Поднимаемся на третий этаж к генералу Крылову. Тот говорит нам, что покажет нам вход в подземелье Агропрома, если шрам поможет долгу затопить нижние уровни подземелья, потому что оттуда постоянно прут мутанты. Окей! Идем к норе, из которой лезут снорки. Не парясь, проходим мимо в нору и попадаем в подземелье. Быстренько пробегаем до конца коридора и оказываемся в комнате с аптечками и патронами. После чего заходим в комнату с насосом, в которой обитает контролер. И здесь он гораздо сильнее, чем в тени Чернобыля. Даже приблизиться к нему не получится из-за сильного пси-поля. Кайтим контролера, отстреливая его издалека. После его смерти открывается проход, в котором крутим вентиль, пуская воду. У нас есть 50 секунд, чтобы убежать в безопасное место. После чего находим тайник стрелка и поднимаемся туда. В тайнике находим КПК группы сталкеров и узнаем, что Клык, Стрелок и Бризрак уже ходили к центру зоны. После чего Стрелок был ранен, но болотный доктор быстро поставил его на ноги. Теперь Стрелок планирует второй заход к центру и собирается пойти через Выжигатель мозгов. Поэтому он отправляется к ученому Сахарову на Янтаре за прототипом защиты от пси-излучения. С нами связывается Лебедев и говорит, что второго похода к центру допустить нельзя, так как это спровоцирует еще один сверхвыброс, который убьет все живое. Лебедев берет призрака и Клыка на себя, а так как шрам ближе всех к Янтарю, посылает наемника за Стрелком. Окей. Выбираемся из подземелья Агропрома и идем на базу долга за наградой и... О боже. Это нормально вообще, ребята? Ладно. Выходим на Янтарь, который в чистом небе выглядит не таким мрачным, как в Тени Чернобыля. Совсем не мрачным. Направляемся в бункер к Сахарову, кто-то говорит нам, что Стрелок действительно был у него и забрал прототип якобы для помощи ученым в замерах, однако не вернулся. Ученый посылает нас забрать документы у группы сталкеров, которые несли документацию завода, дабы пролить свет на природу пси-излучения Забираем документы у мертвых сталкеров, отстреливаясь от собак, и приносим их Сахарову Тот говорит нам, что источником пси-излучения является рукотворная установка, а всплески пси-активности происходят из-за перебоя в системе охлаждения этой установки Отправляемся с группой сталкеров наладить охлаждение, отстреливаясь с криптовых зомби После трехминутной унылой пальбы по манекенам, уровень пси-активности снижается, и Сахаров говорит нам, что стрелок находится совсем рядом в рыжем лесу Наемник отправляется туда Приходя на территорию рыжего леса, мы преследуем стрелка по дороге, который, однако, убегает в тоннель и подрывает его за собой А по нам открывают огонь сталкеры, которых нанял сам стрелок После этого с нами связывается Лебедев и говорит, что единственный вариант успеть на ЧАЭС быстрее стрелка, это пройти через город Лиманск Однако мост в Лиманск контролируется ренегатами, так что нужно найти способ опустить этот мост Лебедев дает нам поручение найти сталкера по кличке Лесник, который живет где-то в рыжем лесу Гуляя по рыжему лесу, мы вместе с группой сталкеров попадаем на поляну, где обитает псевдогигант, который уже не такой ватный, как в тени Чернобыля Но одолев его, мы бежим дальше и находим аномалию, которая телепортирует нас на локацию к Леснику Поднимаемся на второй этаж и видим, что Лесник это Кузьмич из особенности национальной охоты Кузьмич говорит нам про то, что к нему на КПК приходит просьба о помощи из Лиманска, но сигнал слишком слаб Поэтому он отправляет нас на армейские склады, где поднявшись на водонапорную башню, мы принимаем сигнал Оказывается, это отряд наемников, который попал в пространственную аномалию под названием Пузырь Выбраться из нее они не могут, поэтому и просят о помощи Они сообщают нам свои координаты, которые мы передаем Кузьмичу Кузьмич рассказывает, как он сам недавно попадал в такую аномалию, но ему удалось выбраться благодаря артефакту Компасу Вот только этот Компас у него на днях отжали бандиты, так что идем к ним и силы забираем артефакт Возвращаем Компас к Кузьмичу, а тот говорит нам, что на военной базе в армейских складах Есть передатчик, через который можно скинуть координаты выхода из пузыря наемник Так что отправляемся на армейские склады Кстати, по пути я зарул на огонек долговцам и обнаружил, что они умеют не только есть через противогаза, но и водку хлебать Ох уж этот технологический прогресс Помогаем свободовцам штурмовать военную базу, забираемся на вышку и отправляем сообщение наемникам Следуя координатам, наемники выбираются из аномалии и говорят, что направятся к выходу из города, к тому самому берегу, который контролируют ренегаты Идем к мосту в Лиманск и вместе с Лебедевым и сталкерами чистого неба вступаем в самую унылую перестрелку в игре Так уж вышло, что я вступил в перестрелку ночью и сто раз об этом пожалел После пяти минут унылой пальбы по респаунящимся бандитам, мы помогаем наемникам упустить мост и переходим на другую сторону В Лиманск заходить не торопитесь, потому что там нет торговцев Сбегайте лучше назад, проапгрейдите на все деньги амуницию, а также закупитесь всем необходимым Уже после этого направляемся в Лиманск Несмотря на то, что Лиманск это город, разработчики сделали его тупым коридором В нем нам предстоит бегать по домам и выбивать оттуда ренегатов, военных и монолитовцев Бегаем от двора к двору, проходим через поле с пространственными аномалиями и выходим на стройку Тут я хочу сказать, что если бы левел дизайнер жил у меня на районе, он бы точно получил свертушки в щи за этот уровень 16 противников в многоэтажном доме, все подходы отлично простреливаются А чтобы нам было еще потяжелее, монолитовцы кидают нам под ноги гранаты, причем с такой точностью, что им бы в олимпийской сборной по метанию ядра выступать Потратить уйму патронов, бинтов, времени и нервов Мы таки выходим со стройки и присоединяемся к отряду чистого неба на выходе из города Однако выход контролируют монолитовцы, которые соорудили электрический забор Шраму приходится пробежать по крышам и отключить питание от забора, после чего отряд проходит к выходу из города в район заброшенного госпиталя Прибыв в госпиталь, мы видим, что монолитовцы достаточно прочно укрепились в нем Нам предстоит бегать по коридорам, отстреливать снайперов и пулеметчиков, дабы отряд чистого неба смог пройти дальше Проползаем в следующую секцию госпиталя Тут нас ожидает очередная пачка монолитовцев, но основная изюминка заключается в том, что внезапно появляется... Босс-вертолет Боже мой Босс-вертолет В 2008 году В сталкере У него даже полоска хп есть, господи Хвала небесам, что босс туповат и летит на месте, так что расстрелять его не составит большого труда Проходим в третью секцию, в которой монолитовцы спаунятся со всех сторон Поэтому шкеримся за стенкой и раздаем хэдшоты тем ребятам, которые спрыгивают вниз и ждем подкрепление видеть отряда чистого неба Вскоре отряд приходит, уничтожает пулеметную точку, а мы выходим в катакомбы, которые выводят нас на ЧАЭС Тут нас уже ждет вездесущий Радостный Лебедев, который говорит, что стрелок тоже здесь и пора его восстановить Нам дают гаусс пушку, из которой мы должны смалять по стрелку, чтобы отключить устройство, которое дал стрелку Сахаров Стреляем по устройству стрелка, параллельно прыгая по порталам и отстреливая монолитовцев В конце концов мы полностью уничтожаем защиту стрелка Радостный Лебедев сообщает по рации, что все кончено, стрелок погибнет от излучения, а выбросы прекратятся Но не все так радужно и естественно все идет не по плану Происходит то, чего хотел предотвратить Лебедев, а именно большой выброс, который накрывает стрелка, Шрама, Лебедева и всю группировку Чистое Небо Игра заканчивается роликом, в котором нам показывают помещение с мониторами, в котором лежат сталкеры, Шрам со стрелком в том числе Их зомбирует осознание, а в конце нам показывают руку стрелка, на которой набита татуировка сталкер На этом приквел заканчивается Что я могу сказать? Игра хороша только до определенного момента, а именно до похода в Лиманск После чего survival action RPG превращается в линейный шутант с перекатами и прицеливанием с плеча Причем происходит это так резко, что все положительные качества игры сводятся на нет С апгрейдами та же самая ситуация Нас вынуждают апгрейдить пушки, потому что без апгрейдов это куски железа, которые попадают в цели раз в полгода Про войну группировок вообще говорить не хочу Изначально интересная идея превратилась в полнейшее забаганное дерьмо, которое только мешает играть Про искусственный интеллект тоже не особо хочется говорить Его почти не поменяли, разве что научили врагов прятаться за укрытие и кидать гранаты Но зато так мастерски, что когда я проходил игру на сложном уровне, вместе с этими гранатами подрывалось и мое очко А еще тот, кто придумал идею с гопстопами, когда бандиты отбирают у вас все деньги, которые нельзя вернуть даже если этих же самых бандитов убить, просто душевно больной В итоге мы получаем довольно сырую игру, которой дать еще годик-полтора разработке и она была бы конфеткой Но желание срубить бабла и побыстрее погубило многие творения человека И, к сожалению, сталкер чистое небо не исключение Ну а я благодарю вас за просмотр И до скорого! Увидимся в Зове Припяти! Слышишь, ты это, ты прибери волыну и тупай к нам побазарим Молодца! И не дергайся! Все, проходи, не задерживайся!